Не допустить распространения коронавируса. Самарская область переходит на усиленный режим самоизоляции. Накануне губернатору Дмитрию Азарову поступило обращение главного санитарного врача региона с предложением об усилении ограничительных мер для предотвращения распространения инфекции. Число официально подтвержденных случаев коронавируса в Самарской области достигло 15. Порядка 50 человек находятся под наблюдением. Результаты их анализов будут готовы в ближайшее время. Вирус в регион завезли из Франции, Испании, Италии и Таиланда. Чтобы не допустить его распространения, в регионе вводят дополнительные меры по ограничению передвижения людей. Людям предписано находиться и пребывать в местах проживания, кроме специальных случаев, которые описаны, кроме экстренных случаев. Это, конечно же, и походы за продуктами в ближайший магазин, товарами первой необходимости. Это выгул собак, но и вынос мусора, но также это ограничение вводится и по расстоянию. Вводим обязанность соблюдать дистанцию полтора метра и предписываем организациям создать для этого условия. Также мы закрываем посещение парков и лесопарков. Кроме этого, прекращаем прием заявок многофункциональных центров для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также деятельности ЗАГС. Мы будем четко оценивать ситуацию. Мы будем советовать с нашими коллегами из Роспотребнадзора, с главным санитарным врачом. Мы будем четко следовать всем федеральным предписаниям. Напомню, по решению президента, текущая неделя объявлена нерабочей. Это необходимо, чтобы сократить социальные контакты, которые являются одним из ведущих источников распространения вируса. На это направлен и ряд мер, введенных в Самарской области. Уже с выходных приостановлена работа общепита. В торговых центрах открыты только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости. Закрыты бассейны и фитнес-центры, аттракционы в парках. Многие услуги, например, выдачи больничных, предоставляются онлайн. Глава региона напомнил, чтобы стимулировать врачей и весь персонал больниц, которые работают на передовой по борьбе с коронавирусом, было принято решение о повышении оплаты труда. Кроме того, опережающими темпами идет подготовка медучреждений к приему пациентов с коронавирусом. Вчера буквально принял я дополнительное решение о выделении 200 миллионов рублей. Сейчас Минздрав заканчивает расчеты. Думаю, что эта сумма будет даже больше. Для чего? Для того, чтобы создать запас лекарственных средств. На заседании Думы рассмотрели законопроект, внесенный губернатором, об упрощении порядка продления ряда социальных выплат жителям области в связи с действующими мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Законопроект предполагает, что некоторые соцвыплаты, право на которые необходимо подтверждать раз в полгода или в год, будут продлены автоматически. Людям не придется вновь собирать документы, приходить в учреждения. Новый законопроект распространяется на детские пособия, ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до трех лет, денежную компенсацию расходов на проезд в транспорте. Соцпомощь в виде денежной выплаты. Все, что касалось материального обеспечения, соцподдержки, все это будет выплачиваться по тем схемам, которые работали. То есть не надо будет ходить ни пожилому человеку, ни молодому женщине, у которой детей, приносить документы какие-то, все будет идти в автоматическом режиме. Для тех людей, кто работают в сфере здравоохранения, правоохранительных органов и СМИ, передвижение по территории региона будет происходить на основании справок работодателей. Подробно ознакомиться с постановлением губернатора можно на сайте регионального правительства.